Приветствую друзья! Подробно обсудив обновленную версию стационарного ЦАПа Topping E32 не помешает и столь же детально рассмотреть специально созданный к нему в пару усилитель для наушников Topping L32, в котором улучшили абсолютно все характеристики и даже немного приподняли выходную мощность. Теперь это не 2,3 Вт на канал, а более внушительный 2,7 Вт в пересчете на 32 Ома нагрузки. Очень любопытный девайс, на нем сегодня и остановимся. Пришел девайс коробки еще старого образца с наименованием бренда и логотипом пройденной Hi-Res Audio сертификации. По комплекту тут тоже не густая инструкция, гарантийный талон, переходник с 3,5 на 6,35 мм и стандартный уже блок питания на 15 Вольт. Весит он немало, да и по габаритам весьма солидный. Корпус усилителя, как и в случае ЦАПа, целиком выполнен из металла. На верхней его части красуется логотип пройденной Hi-Res Audio сертификации, а снизу четыре прорезиненные ножки. Вход здесь только один, на RCA паре, зато имеется обогащенный усилителем, линейный выход, ну и конечно же классический уже упор для наушников 6,35 мм. Тут же находится тумблер питания, совмещенный с переключателем входов, еще один тумблер усиления минус 14,0 и 16,5 дБ, индикаторный светодиод и регулятор уровня сигнала с плавным таким чуть тугим ходом. В процессе работы аппарат естественно греется, другого от усилителя ждать бессмысленно, при этом в тишине мы имеем абсолютно чистый фон, а на выходе целых 2,7 Вт на 32 Ома нагрузки, чего вполне хватит абсолютно всем наушникам, неважно динамическим или планарным. Аппарат, безусловно, просто монстр в этом плане. Измерение я снимал 24 бита 96 кГц на АЦП Evanda Cosmos с линейного и обычного выхода для наушников при помощи ЦАПа Топпинг Е32. В результате получаем все графы в положении отлично, за исключением нелинейности АЧХ и взаимопроникновения каналов. Первое в принципе понятно, там вполне допустимые отклонения на 0,25 дБ на 20 кГц, да и взаимопроникновения соответствуют обычному небалансному подключению. Так что все здесь в пределах нормы. Более того, шумовая полка на минус 152 дБ отличный динамический диапазон, интермодуляционные искажения на минус 135 дБ, а гармонические на минус 140 дБ, что в процентном соотношении составляет 0,05%. Если же рассмотреть линейный выход устройства, то там чуть выше шумы и искажения, но гораздо лучше взаимопроникновения каналов. Технически просто гениальная связка, советую брать ее целиком. Для оценки качества или, если хотите, характера звучания данного усилителя, я в основном использовал созданный к нему в пару ЦАП, Topping E32 и его первейшего конкурента SMSL D6. При этом все эти аппараты обладают просто невероятной синергией и буквально созданы друг для друга. Единственное использование в усилителе чипов TPA6120 накладывает некоторые ограничения. Звучит все хотя и суперхлестко, детально, прозрачно и до безобразия драйвово, однако той самой сочности, объема и глубины с данными чипами добиться почти невозможно. Но то особенность не только этой модели. За исключением чего-то уж совсем дорогого, Topping повсеместно использует исключительно их. Отчего разнообразные металисты, рокеры, любители жесткой такой электроники, блюза и других довольно брутальных жанров останутся в полнейшем восторге. Да, друзья, это именно то, что вы любите. И хотя по всем критериям это однозначно бюджетное устройство, звучит оно так, как неспособны плееры в 3-4 раза дороже. В качестве исключения можно было бы назвать джазовую, этническую, инструментальную и, например, академическую музыку. Однако указанные мною ЦАПы изначально уже имеют немного смягченные тембры с хорошей такой мелодикой и подчеркнутой артикуляцией. То есть для них, конечно, данный усилитель не самый идеальный вариант, но, как говорится, вполне рабочий. Единственное исключение, разнообразная сложная оркестровая музыка, которой данные чипы физически не могут предоставить правильный объем. Да, инструменты хорошо позиционируются, в наличии чуть ли не родниковая прозрачность, но глубина как таковая находится в зачаточном состоянии. Хотя, как мы уже подметили, это бюджетное устройство и требовать от него быть идеальным во всем уже кощунство. Аппарат и так дает звук, какой я мечтал бы иметь в плеере за 600 долларов. Разбирая по частотам, здесь отличный по текстурам и плотности бас, очень техничная слегка теплая серединка и идеально чистые прозрачные верха. По подаче звук получился четкий, драйвовый, с легким уклоном в нейтральность и просто колоссальными возможностями в плане передачи энергии трека. По эмоциям и выразительности, конечно, не так круто, но тоже весьма достойно. Из наушников герой обзора спокойно раскачал даже довольно тугие планары и топовые динамические наушники Syuga SV023. Причем сделал это, как говорится, от души. Это реально интересно слушать и если бы не имеющаяся у меня связка из более высокого сегмента, с огромным удовольствием бы гонял пару из E32 и L32. Лично меня в них все устраивает, можно конечно еще лучше, но уже за совсем другие деньги. Итогом, стационарный усилитель для наушников Topping L32 имеет довольно компактные габариты, неплохо выглядит, может работать как довольно мощный предусилитель. При этом на наушники выдает просто гигантский для своего сегмента 2,3 Вт на 32 Ома нагрузки. Все модели тянет, прекрасно сочетается с созданным к нему в пару ЦАПом E32 и дает чуть ли не гениальные по параметрам измерения. Очень круто, ничего не скажешь. Из минусов отмечу отсутствие здесь балансных ходов выходов и реализацию на чипах ТПА, которые сами по себе обладают довольно узнаваемым музыкальным почерком. Хотя для кого-то это будет неоспоримый плюс. По подаче же это чуть смягченный, довольно техничный звук с хорошим таким уклоном в прорисовку и передачу микродинамики. Ценители быстрой агрессивной музыки останутся от него в полнейшем восторге. Для чего-то мелодичного, местами мне не хватало тембрального объема и глубины. В целом же шикарный аппарат, однозначно рекомендую его брать сразу с ЦАПом. Реально намного лучше, чем первая ревизия. У меня они тоже были. А на этом у меня все. Это был усилитель для наушников. Топпинг L32. Всем добра, подписывайтесь на канал и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok